Мы как-то уже говорили в программе Политпрайм, что хабаровские политики, по-хорошему, должны проводить пенсию в Хабаровском крае, чтобы пользоваться плодами своей деятельности. Это все Москва, Сочи. Но будем надеяться, что уже в скором времени люди зрелого возраста не будут иметь никаких причин покидать наш регион, как и молодежь, разумеется, потому что хабаровское долголетие. Что может быть лучше? Про проект «Хабаровское долголетие», который будет реализован в крае, расскажут наши гости. Наталья Константиновна Гребенюк, начальник главного управления социального развития, губернатор и правительство Хабаровского края, и Дарина Валерьевна Лебедева, заместитель министра соцзащиты Хабаровского края, начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организациями социального обслуживания. Здравствуйте. Добрый день. Интересно, есть какие-нибудь исследования медицинские? Активная жизненная позиция, позитивный настрой, они продляют жизнь человека? Однозначно. Они продлевают жизнь. Если человек ведет активный образ жизни, то он и живет дольше. Ему интереснее жить, у него есть цели, задачи. И он думает совершенно не о том, о своих каких-то заболеваниях, а о том, как жить, как работать, чем-то дополнительным заниматься, ходить в театр, заниматься спортом. Это всегда прекрасно. А сколько в Хабаровском крае вообще людей, ну не будем говорить пожилого, старшего возраста? Людей старшего возраста сегодня в Хабаровском крае проживает около 287 тысяч. И сразу хочу сказать, что несмотря на повышение пенсионного возраста, у нас мера социальной поддержки по-прежнему предоставляется для женщин при достижении возраста 55 лет и для мужчин 60 лет. Ну то есть 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, вот это границы старшего, ни в коем случае не пожилого, а старшего возраста. Да, все верно. А почему вообще возникла идея оформить это отдельным проектом? Хабаровское долголетие. Кстати, название очень удачное, мне кажется. Ну, современные пенсионеры, они все равно идут в ногу со временем. И несмотря на то, что возраст как бы уже становится более старший, но люди желают жить активнее. И для того, чтобы вот, ну дать такой вот импульс, назвали долголетием, хабаровское долголетие. Ну, как я понимаю, под проект лучше выделять деньги, да? Потому что для этого прежде всего деньги требуют. Конечно. Чтобы и вовлечь пенсионеров, необходимо им предложить какие-то образовательные программы. Потому что старшее поколение – это те люди, которые на сегодняшний день все же желают повысить свой уровень образования. Где-то кто-то, может быть, и компьютеры не знают, кто-то вообще в новое направление готов уйти. Потом необходимо дополнительное финансирование именно на участие в мероприятиях. Чтобы спортивные, культурные мероприятия, был развит туризм для пенсионеров. А это все зависит и от финансирования. Ну, я должен сказать, что, к примеру, мой отец, простите за личное, он только что посетил курсы по пользованию смартфонами. Очень понравилось. То есть это уже происходит? Да, это происходит уже на протяжении 9 лет. У нас этот проект реализуется в крае с 2015 года. Обучение работе на компьютерах, на смартфонах, на всех современных гаджетах на сегодняшний день доступно для граждан старшего поколения. А что даст реализация нового проекта? Будет еще больше таких курсов? Будет больше. И мы надеемся, что и охват будет намного больше граждан старшего поколения. И если вот даже вот общаясь с общественными организациями, нашими, ну вот именно которые старшими поколениями, то мы видим и заинтересованность в этом людей, что им необходимо все же общение друг с другом и обменом опытом, кто чем занимается, даже, наверное, и в дачных своих делах. Это тоже очень важно, когда меняется опытом. И мы, наверное, видим старшее поколение и волонтерами серебряными. Это также очень важно, что они готовы идти и помогать каких-то в организации проведения мероприятий. И здесь... Ну, вы знаете, я в свое время не понимал, почему люди сходят за пенсией на почту и вообще предпочитают стоять в очереди. Потом понял. И мне хватает общения. Общения. Ну, лучше, наверное, пусть они встречаются не в очереди, а на курсах повышения компьютерной грамотности. Ну, конечно, наверное. Наши зрители наверняка спросили бы про материальную помощь, да, потому что досугой можно заниматься, когда у тебя душа не болит за твой завтрашний день. Но какие меры поддержки пожилых людей старшего поколения существуют у нас в крае? Вы знаете, у нас 100% людей старшего возраста охвачены те или иными мерами социальной поддержки. Это 100%. Если мы говорим в целом об уровне социальной обеспеченности людей, которые уже вышли на пенсию, то здесь очень хорошая ситуация у нас по сравнению с другими субъектами России. Средний доход гражданина старшего поколения составляет 144% от величины прожиточного минимума. Это, повторюсь, действительно очень неплохой показатель на фоне других субъектов. И в крае у нас всего менее 1%, которые получают пенсионное обеспечение ниже объема прожиточного минимума. Но и здесь, конечно, тоже мы не остаемся в стороне. Предусмотрен целый пакет мер социальной поддержки, которые мы оказываем для пенсионеров с невысоким доходом. Это и региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума, и санаторно-курортное лечение, и возможность воспользоваться социальным контрактом. И вот по социальному контракту еще хотела сказать, что, как правило, эту меру поддержки у нас ассоциируют с семьями и с детьми. Мы очень про нее много рассказываем. Но на самом деле у нас есть очень интересные данные именно по социальному контракту, как его используют граждане пожилого возраста. У нас за 3 года, с момента запуска данного проекта, 88 граждан пожилого возраста воспользовалось данной мерой поддержки. Наши пенсионеры стали индивидуальными предпринимателями, открывают личные подсобные хозяйства. Им помогает в написании бизнес-планов «Центр мой бизнес». То есть это люди, которые действительно заинтересованы в улучшении качества своего жизни, используют все современные технологии. Давайте вернемся к проекту «Хаваровское долголетие». Он расширит только досуг людей старшего поколения, либо о материальной помощи тоже идет речь? Нет, здесь как раз «Хаваровское долголетие» направлено именно на повышение социальной активности граждан пожилого возраста. Для оказания материальной помощи у нас в крае реализовывались, и будут в дальнейшем реализовываться другие государственные программы. «Хаваровское долголетие» — это именно про активную социальную досуговую направленность. А вот я заметил, что в проекте особый упор делается на повышение финансовой грамотности. Ну, честно говоря, это, наверное, больная тема для пенсионеров, поскольку объектами мошенничества компьютерного, телефонного становятся чаще всего именно они. Им действительно требуется чуть больше знать о том, как их могут обмануть. Ну, к сожалению, да, вы абсолютно правы, что у нас граждане старшего поколения находятся в зоне риска и подвержены определенным влияниям со стороны мошенников. Для этого у нас уже в крае более 10 лет реализуются проекты по финансовой грамотности. Здесь флагманами в этой работе выступает в том числе и наше учреждение социального обслуживания. Мы проводим различные семинары, приглашаем представителей кредитных организаций для того, чтобы они рассказывали, как можно уберечь свои накопления, свои средства от мошеннических действий. Мы раздаем буклеты, памятки, просим, чтобы эта информация всегда находилась где-то в доступном для пенсионера месте, чтобы он еще раз мог вспомнить, что действительно есть не совсем добросовестные люди, которые хотят воспользоваться его имуществом. Наталья Константиновна, ну, конечно, досуг это огромное значение имеет, но мне кажется, старшее поколение это может быть и трудовым ресурсом, Ну, потому что люди с опытом, они ценятся, на мой взгляд, они должны цениться очень высоко. Есть ли возможность все-таки давать людям не просто собираться вместе, а именно работать? Придумать какие-то рабочие места, где требуется именно внимание, опыт? Это требуется. Я полагаю, что действительно очень хороший и правильный вопрос, что граждане старшего поколения, это если мы берем возраст 55-60 лет мужчины, да, женщины 55, то это то поколение, которые должны работать и чувствуют свою значимость, свою нужность. И я думаю, что на рынке труда у нас всегда найдется при желании именно занятость для таких людей, которые желают работать и хотят работать. И это для них очень важно, потому что ощущать, наверное, свою значимость, свою нужность – это дорогого стоит. И тогда человеку хочется что-то делать, жить. И тем более у нас очень много талантливых людей, несмотря на свой возраст, они готовы продолжать работать. И, наверное, тот багаж знаний, который у них есть, он необходим для молодого поколения. Ведь послушать того человека, который много знает, умеет и правильно научить, несмотря на то, что у нас молодое поколение умное и интересное, то именно совет старшего, мне кажется, он всегда интересен. И даже как наставников. Вот это тоже здорово. Мне кажется, он не просто интересен, но жизненно необходим. При всем уважении к нашей молодежи, они живут в придуманном мире современном, а еще реальный мир, в который, к сожалению, у нас молодежь окунается только после 30 лет. Мне кажется, огромная проблема. Именно контакт с людьми опытными, которые знают, как в настоящем мире живется, мне кажется, жизненно необходим. Ну и, честно говоря, я как человек, который приближается к пенсионному возрасту, с ужасом думаю, что я буду делать на пенсии, даже если я буду обеспеченным пенсионером. Согласитесь, что вот очень важно, чтобы ты занимался чем-то полезным. Я думаю, нужно продолжать работать. Просто работать. Работать и найти себе интерес в жизни, чтобы он увлекал, чтобы, может быть, что-то стало вашим хобби профессиональным. Тогда это будет интересно. И я думаю, если говорить даже о вас, что вы свою практику с удовольствием могли бы перенести на молодое поколение, которое бы научились именно от вас, журналист, быть грамотным, интересным журналистом. Я надеюсь, что в программе проекта «Хабаровское долголетие» и это направление тоже займет свое место. А если серьезно, когда заработает проект? И что изменится в первую очередь? Во втором полугодии? В первую очередь этого года хотим его сделать пилотным на территории города Хабаровска. И затем уже после того, как появятся первые статистические данные, когда мы поймем, что больше всего интересует пенсионеров, на какие вещи следует обратить внимание, как лучше организовать этот процесс, уже будет со следующего года запуск на территории всего края. Ну, собственно, почему мы об этом заговорили? Потому что очень важно, чтобы проект «Хабаровское долголетие» включал в себя то, что старшему поколению действительно надо. Поэтому огромная просьба писать нам свои предложения, мы обязательно в правительство края передадим, потому что важно, чтобы вам было действительно интересно. Жить на пенсии в Хабаровском крае, особенно работать при этом, должно быть интересно. Оно интересно. В студии Политпрайма были Наталья Гребенюк, начальник главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края, и Дарина Лебедева, заместитель министра соцзащиты Хабаровского края. После короткого перерыва наставники в законе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова